Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Кстати, совсем недавно Вятский интеллектуальный клуб отметил очередной юбилей – 15-летие со дня своего основания. Поэтому сегодня гостями программы являются члены интеллектуального клуба. Колесников Константин Аристархович, кандидат педагогических наук, директор Института проектирования инновационных моделей образования. И Кожевников Тимур Серафимович, практикующий психолог, преподаватель юридической психологии МГУА. Я тоже являюсь членом Вятского интеллектуального клуба и даже его президентом. Поэтому сегодняшнюю программу мы решили посвятить интеллекту, а именно вопросу – можно ли развивать интеллект. Но первый мой вопрос к гостям все же будет об интеллектуальном клубе. Константин Аристархович, расскажите, чем занимается клуб, почему вы участвуете в его деятельности, что клуб или участие в нем дает лично вам? Ну, клуб, как любое добровольное объединение, создан, видимо, для того, чтобы люди могли общаться и люди могли передавать друг другу какую-то, возможно, важную, возможно, неважную информацию. И клуб как раз для меня – это площадка, где я могу узнать что-то такое, чего, может быть, я не стал бы узнавать в обычной жизни. То есть у меня эти темы не являются такими каждодневными. А здесь, приходя на заседание, я вдруг открываю для себя, что это очень здорово, это очень интересно и очень неожиданно. Для меня это такая площадка познания нового. Спасибо, Тимур Серафимович. Да, соглашусь полностью с коллегой, со своим. Единственное, что еще добавлю, что вот в клубе в этом особая атмосфера присутствует, на мой взгляд, что люди разных направлений деятельности, профессий, социальных статусов, степеней, званий находятся, и общение происходит на условно равных позициях, да, то есть точка зрения любого участвующего, выступающего с докладами, она принимается, скажем, и является, скажем, точкой для обсуждения, рассмотрения. Так что вот еще, наверное, добавил. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к теме передачи «Как развивать интеллект». Наверное, сначала определим, что такое интеллект. Я вот перед передачей посмотрел, определений-то на самом деле много. Вот согласно американского профессора педагогической психологии Линды Котфритсон, интеллект – это весьма общая умственная способность, которая включает возможность сделать заключение, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основе опыта. У вас, возможно, есть какие-то другие, даже свои определения. Я не знаю, кто первый бы хотел начать. Давайте уже как психолог. Я скажу, вот преподаю юридическую психологию, так или иначе рассматриваются вопросы интеллекта. И одно из определений, которое мне больше и нравится, и понятнее, оно примерно звучит следующим образом, что интеллект – это хорошо организованная система знаний для достижения каких-то результатов. То есть человек должен обладать определенными способностями, задатками, возможностью получать информацию, использовать эту информацию. Но и благодаря ей желательно достоверной и качественной информации достигает своих целей. То есть хоть немножко она в развернутом виде, но одно из определений тоже такое существует. Ну, в принципе, оно ведь согласуется с тем определением, которое я сказал, да? А Константин Аристархович? Я не думаю, что здесь буду оригинален, но мне кажется, что интеллект – это способность думать. То есть вот такая простая формула. Если мы думаем, мы можем принимать решения, мы можем анализировать, мы можем что-то запоминать, но способность думать – это наверняка вот такая особенность человека. Ну, Рене Декар говорил, я мыслю, следовательно, я существую. Наверное, да. А думать и мыслить – это одно и то же, мне кажется. Но ведь, понимаете, очень интересно, говорите, интеллект – это думать. Ну, тогда давайте будем разбирать, а что такое думать? Это что за процесс такой, да, думание? Это процесс понимания того, что происходит вокруг тебя, и возможность создания каких-то новых образцов знаний, новых образцов предметности. А, это уже интересно, потому что я неспроста задал вопрос, надо же отличать, ведь, животные тоже думают, а когда вы говорите о создании нового, вот этим-то человек отличается от животных, которые, в общем-то, новых образцов знаний, как известно, не создают. Ну, хорошо. Я думаю, что мы так общую канву дали, определили, что такое интеллект. Пойдемте дальше. Прежде чем, так сказать, перейти к главному вопросу, можно ли развить интеллект, я бы хотел задать вот еще такой вопрос, или даже так, ну, просто пообщаться на эту тему. Меня всегда несколько озадачивает и даже, я бы сказал, раздражает, когда с экрана телевизора объявляют, что то или иное шоу является интеллектуальной игрой. Вот приведу конкретные примеры, есть такое шоу «Умники и умницы», может быть, вы смотрели, есть шоу «Самый умный», есть шоу «Своя игра», есть и других много шоу, но я назвал те, которые вот у меня как-то на память или в голову пришли. На самом деле, они, на мой взгляд, проверяют широту кругозора игроков, ну, или глубину познаний в конкретной области знаний. По моему глубокому убеждению, из известных передач только что, где, когда, ну, отчасти соответствует статусу интеллектуальной игры. А вот, как бы, коллеги, вы со мной согласны, не согласны, и если, значит, эти интеллектуальные игры на самом деле не интеллектуальные, а что они вообще тогда, в общем-то, проверяют? Ну, или проверяют, понятно, на мой взгляд, широту, ну, кругозора, да, человека. Но можно ли вот ассоциировать широту кругозора с интеллектом? Вот в чем дело. Я обращусь со мной к Константину Аристарховичу. Ну, я думаю, что в какой-то степени эта связка существует, потому что нельзя думать, не зная ничего, отвлеченно. Всегда некие факты являются основой размышлений, поэтому в какой-то степени интеллект здесь задействован, конечно, да. Но с такой же точки зрения интеллектуальными являются любые ток-шоу, любые программы, где люди обсуждают какую-то тему. То есть это не значит, что нужно просто помнить тот или иной факт, нужно уметь анализировать ситуацию, сопоставлять различные факты и делать некие умозаключения. Поэтому, вот, скажем, те же умники и умницы, своя игра, да, действительно, так сказать, это проверка знаний конкретных, фактических, то есть помнит или не помнит человек в каком веке, кто был царем такой или иной страны. Вот это фактическое знание, оно является основой для размышлений, но не самим интеллектуальным процессом, это просто знание. Да, я с вами согласен. И как раз вы, мне кажется, сказали главные слова, это анализ и умозаключение, ну или вывод. Анализы и вывод. То есть если человек анализирует и делает выводы, значит он занимается интеллектуальным процессом. Если он этого не делает, это вряд ли можно назвать интеллектуальным процессом. Не знаю, что-то добавить ему, Слафимович? Я, наверное, бы сказал, что, конечно, вот, на мой взгляд, передачи все время смотрел, там, сам умный передача была, на самом деле, не смотрел ничего такого. Но у меня вот мнение, что это, на самом деле, кругозор, эрудиция, то есть они, по большому счету, не в связи с конкретной деятельностью осуществляются, да, то есть как раз вот какой-то определенный багаж памяти, да, скажем, знаний, которые сформировались в процессе обучения либо опыта взрослого человека. А так, конечно, интеллектуальное качество там есть. Почему я вообще поднял этот вопрос? Потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы люди понимали и не путали вот именно кругозор, память, там, знание каких-то фактов с интеллектом, которые, в общем-то, эти факты, эти знания, эти факты никакого отношения, в общем-то, к интеллекту-то не имеют. И за что ведь критикуют сегодня ЕГЭ? За то, что оно как раз насыщено именно фактическими какими-то знаниями, материалами. А вот вопросы анализа и умозаключения там, конечно, развиваются потихонечку, но не так, наверное, как хотелось бы преподавателям, да? Я хотел бы как раз прокомментировать ситуацию с единым государственным экзаменом. К сожалению, конечно, не могу анализировать все предметные области, но единый государственный экзамен по физике – это не угадайка, где надо, так сказать, запомнить огромное количество фактического материала. Каждая задача – это как раз тот самый анализ ситуации и поиск решения. То есть это абсолютно интеллектуальный тест. Ну, задача. Да. Когда задача идёт. Ну и хорошо. Хорошо, то есть я говорю, что потихоньку, помаленьку всё-таки устроители ЕГЭ делают выводы из критики и совершенствуют эти тесты. Хорошо. А вот давайте посмотрим, как интеллект измерить. То есть чтобы говорить о том, вырос он, развился, не развился, надо его измерять. И мы знаем, что уровень интеллекта измеряют тесты IQ, так называемые, методику которых некогда предложил британский психолог Ганс Айзинг. По вашему мнению, они реально измеряют интеллект? Или они измеряют нечто другое? И вообще, о чём может свидетельствовать высокий или низкий IQ? Ну, наверное, Тимур Сверфимович вам. Ну, по поводу как раз теста Айзинга, IQ достаточно, ну вот с кем практикующие психологи, кто занимается именно диагностикой и тестированием, специально вопрос задавал. То есть достаточно такое неоднозначное мнение по поводу этого интеллекта IQ. То есть он пришёл к нам издалека, да, со своими правилами. И больше, вот и моё мнение, и с кем общался на этот счёт, больше смотрят в сторону других авторов. То есть, по крайней мере, вот если взять систему правоохранительную, то есть там есть другие тесты, которые работают отдельно на внимание, отдельно, скажем, на память, отдельно работают на мыслительные процессы. То есть это проверено, скажем, достаточно долго и десятилетиями проводится. Вот по поводу IQ, наверное, я сказать ничего не скажу, потому что вот лично я, и у меня вот, когда я читал всё время давненько про вот этот тест Айзинга, достаточно такое, ну, мнение тоже сложилось неоднозначно, и я вот, ну, не стал бы, наверное, про него говорить по той причине, что у меня опыта такого нет. Не может, он плох или хорош, но у меня вот он не вызвал такого восторга, потому что есть, ну, другие тесты, скажем так. Но другие тесты, мы-то про них ничего не знаем. Они что измеряют тогда? А вот если мы говорим про интеллект? Секундочку, вот всё-таки коэффициент интеллекта, чем он хорош? Вот именно вот эта тестовая система, она позволяет сравнить одного человека с другим за счёт того, что это количественная оценка уровня, ну, вот, скажем, интеллекта, да, то есть предполагается, что он измеряет интеллект и измеряет в количественной, а не в качественной шкале. А когда есть количественная шкала, то мы всегда можем сказать, да, у этого человека, ну, предположим, больше интеллекта, у этого меньше или там чего-то другого. Я как раз спрашиваю, что, собственно говоря, тест этот измеряет. По поводу Айзенка могу сказать, что у них вот интересна как раз сама методика в том, что если в одной, вот скажем, там, возможности памяти, например, да, выше, это плюс. Если, скажем, возможности внимания, условно говоря, меньше, это в минус. И они вот усредняют это всё, то есть за счёт того, что в одной сфере больше и путём сложения там, где меньше, вводится некий средний вот этот вот коэффициент. То есть и по поводу ещё Айзенка вот посмотрел, они сравнивают, рекомендуется сравнивать лица одного примерно возраста, то есть, ну, примерно возможности, да, там, людей, детей, там, скажем, там, 15 или 20 или 25, то есть примерно одной группы возрастной. То есть это тоже интересный, достаточно подход, вот, но вот этот коэффициент, он выводится у них как раз не из того, что там он в одной сфере очень уникальный, а там его плюсы компенсируются минусами и появляется некий коэффициент. То есть хорошо это или плохо, вот я уже говорил, что практического опыта у меня нет, сказать не смогу. А вы? Ну, я думаю, что все тесты, вот и в том числе тест Айзенка, они больше рассчитаны не на сравнение одного человека с другим человеком, а для нахождения каких-то распределений, то есть на большой выборке. То есть если мы берём 100 тысяч человек и начинаем анализировать их интеллект вот по такой системе или по другой любой тест, то мы получаем определённое распределение тех, кто имеет более высокие способности, тех, кто имеет меньше способностей. А сравнить двух человек достаточно сложно, потому что результат теста зависит не только от того, насколько развит интеллект, а от того больше, как человек подготовлен к таким задачам. То есть, ну, возьмём обычные олимпиады школьников. Побеждают те, кто умеет решать подобного рода задачи. И если вы выходите на олимпиаду и впервые встречаетесь с данной конструкцией и никогда не решали подобного рода задачи, вы её не решите никогда. Даже если у вас совершенно уникальные способности. То есть любая олимпиада – это подготовка. То же самое и тест. Можно прорешать эти все тесты Айзенка заранее и уже прекрасно знать, какое число надо вписывать после вот этого числа в некой последовательности или какой элемент в данной группе является лишним, или какая точка должна быть поставлена в каком месте. То есть вот эти вещи, они действительно обладают определённой специфичностью и дают погрешность, когда мы рассматриваем малую выборку людей. А на большой выборке это работает. То есть родителям не надо переживать, если вдруг ребёнок, впервые проходя тесты, какие-то интеллектуальные, получает низкий результат. Да, совершенно не нужно по этому поводу беспокоиться, как в любом измерении. Если мы физикой занимаемся, мы измеряем размеры линейкой, массу измерительным цилиндром, и тут мы можем ошибиться. А уж тут совершенно такая тонкая материя. Поэтому ошибки здесь возможны, и ничего страшного в этом нет. А ещё вот, правда, не знаю, сумеете вы ответить мне на этот вопрос или нет. Мы говорим интеллект и говорим про тесты, имея в виду, прежде всего, такой логический интеллект. Но ведь известно, ну, сейчас, по крайней мере, психология выделяет ещё эмоциональный интеллект, социальный интеллект. Ну, а что они-то измеряют тогда? Да, с тестами Айзенко понятно, они всё-таки, в первую очередь, направлены на измерение логического интеллекта. А что такое эмоциональный, социальный интеллект? Сможете подсказать? Ну, любые способности, скажем, у человека интеллектуальные, либо там эмоциональные, они на что? Настроены на адаптацию к любой ситуации в большей степени. То есть есть такое понятие социализация. То есть социализация – это что? Подготовка и вхождение в социум, к правилам. То есть это школа, это институт. То есть, разумеется, эти адаптивные возможности, способности, они повышаются для адаптации в социуме или, либо, скажем, во взаимодействии с людьми, потому что мы люди, в первую очередь, эмоциональные. Первая сигнальная система ведущегощика – она эмоциональная. То есть если мы в состоянии, скажем, эмоции чужие каким-то образом интерпретировать, считывать их, анализировать, как-то учитывать, вполне вероятно, влиять на эти эмоции, то можно говорить об эмоциональном интеллекте. То есть мы можем, мы об этом имеем представление, мы можем это расшифровать и можем оказать влияние. То есть это в управлении это используется, в манипуляциях, в внушении охоты. Социальный интеллект – ну это уж как человек, наверное, свои способности использовал, обкатал, чтобы встроиться в ту систему социальную, для которой он, собственно говоря, и проходил эту социализацию. Ну это, скажем, вот как бы отдельный, на мой взгляд, вопрос, потому что способности – это природно обусловленные. То есть человек может как бы для себя получать, то есть они у него есть, и он может, собственно говоря, вне социума достаточно неплохо какую-то вид деятельности осуществлять. А вот интеллект в нашем понимании, он больше нужен как раз для правил игры в социуме. То есть если человек нарабатывает механизм, он для социума становится более успешным. То есть у меня вот из практики неоднократно было, скажем, человек пришел медик, например, то есть медициной заниматься не хочу, то есть мне интересна техника. То же самое там, скажем, у человека к иностранному языку расположенность, он в банк пошел работать. То есть вопрос, этот интеллект куда направить? Вот это идеально совместить способности и вот интеллекты, запросы, чтобы это и для души было, как принято говорить, да, и для финансового какого-то благополучия, то это идеал, конечно. Это называется не работа, а счастье, как на праздник человек ходит. Так вот вас послушать, получается, что не логический интеллект для человека это более важный, а как раз социальный или эмоциональный, социальный, я так услышал, то есть способность вписываться в социум и как-то за него там какое-то место. Да, это взаимовложенные такие, наверное, категории, то есть я смотря, что мы хотим. То есть мы можем поставить и социум на службу себе, если есть такая возможность для своего интеллекта, а можем интеллект использовать для того, чтобы в социуме себя реализовать. Здесь, смотрите, вот интересно, мы прошлую передачу проводили с Михаилом Сергеевичем Судовиком и говорили об образовании купцов. Так вот он сказал, что когда династии купеческие образовывались, обычно первый купец, да, он был малообразованным, неграмотным, но за счет каких-то качеств их, а качеств, вот как мы сейчас с вами убеждаемся, социализации, эмоциональной, ну и логики какой-то, он мог стать богатым, обогатиться, но потом уже своим потомкам старался, так сказать, дать образование, да, какое-то хорошее. Но, как правило, говорит, все первые вот эти купцы были, в общем-то, необразованные людьми. Если вспомнить 90-е годы, когда вот появлялись эти олигархи нынешние, так они все тоже троечники, в общем-то, по большому счету. Это у них дети уже хорошее образование, там, Гарвард, Оксфорд, а сами-то они, в общем-то, не шибко, так скажем, грамотные были. И тем не менее добились какого-то успеха. То есть понятно, что не за счет вот того IQ, который исследовал Айзинг. Получается, что ведущим, возможно, интеллектом является социальный или эмоциональный? Я не знаю, я просто высказал предположение, да. Если можно, да, я попытаюсь, так сказать, тоже какую-то точку зрения здесь сформулировать. То есть то, что сейчас обсуждается, мне кажется, это не напрямую относится к интеллекту. То есть если мы в начале передачи определили, что интеллект – это некая способность, так сказать, анализировать, мыслить и так далее, то эмоции – это эмоции. И словосочетание «эмоциональный интеллект» мне кажется не совсем удачным. То есть на самом деле интеллект есть интеллект, а эмоции есть эмоции. Также можно, развивая тему, говорить о слуховом интеллекте, о зрительном интеллекте, об обонятельном интеллекте. То есть словосочетаний можно придумать много. Но на самом деле вот эти способности человека анализировать эмоции или анализировать звуки, или анализировать какую-то другую информацию зрительную, они в конечном итоге все равно превращаются в мыследеятельность. И если этой мыследеятельности не следует за эмоциями, то результат тоже будет нулевой. То есть, основа интеллекта это все-таки мыследеятельность, а не эмоции. Ну, не знаю, что скажет Эмур Сергеевич. Так у нас вот две сигнальные системы, да, то есть эмоции и разумность, ну, вообще слово скажем. И ведь не могут быть, что они идут там постоянно рука об руку, да, одним ровным таким строем. То есть, где-то, может быть, нам необходимо взять эмоцию получить, чтобы она была каким-то мотивом для волевой деятельности, да. И тут мы уже, может быть, на ее базе и построим конструкцию там логическую какую-то, интеллектуальную, вспомним, что там было, где поискать информацию достоверно, чтобы использовать. Потом мы получаем снова эмоцию, да, там положительность ли мы достигли. То есть, вот так вот, продвигаясь ступенчато одно с другим, я думаю, что они просто друг на друга работают. Ну, вот, ну, на мой взгляд, наверное. Интересный тоже подход, интересная точка зрения. Ну, хорошо, давайте мы будем двигаться дальше. И я предлагаю все-таки задаться таким вопросом, не, главным вопросом, можно ли развить интеллект? Или уровень интеллекта является рожденным, его нельзя развивать, а можно лишь раскрывать? Что думаете по этому поводу? Ну, вот, есть исследования, которые показывают, что результаты единого государственного экзамена очень сильно зависят от уровня образования родителей. Связано ли это с генами или связано просто с социальными какими-то эффектами, сказать, наверное, трудно. Понятно, что гены закладывают определенные способности, но их можно и не развить, эти способности. Мне кажется, что в любом случае интеллект подлежит развитию, то есть он может развиваться. И если мы это делать не будем, то, конечно, будем деградировать. Ну, вот, я вот не уверен, но давайте мы Тимура Сеарфимовича сначала услышим. По поводу развития интеллекта? Да. Ну, вот, если, опять же, взять, ну, более научно, ну-ка, образно об этом говорить, то есть познавательно-интеллектуальное качество. То есть, и группа не очень большая, то есть, она почему разбивается на познавательно-интеллектуальное, потому что есть познавательное. Это что? Это интерес, это внимание, это память. То есть, собственно говоря, это тот старт, та база, с чего начинается вообще процесс познания. Потом появляется у нас критичность, сообразительность, дальновидность и евристичность, ну, творчество по-русски, да? То есть, вот, база интеллектуальных качеств, это является качество познавательное. То есть, без них, без процесса познания, без интереса, всё остальное, ну, весьма условно может быть. И вот по этой причине, развивая, скажем, отдельно возможности памяти, да, внимание, а у внимания тоже эти качества не одно, то есть, там сосредоточенность, есть распределение внимания, то есть, как человек может вести несколько, скажем, явлений, параллельно, например, да, распределение внимания. То есть, вот, развивая вот эти качества, плюс, самое главное, интерес, потому что интерес, он с чего зависит? То есть, внутренний фактор – это мотив, а внешний фактор – это стимулирование, да? То есть, мотив – это внутреннее, такое нечто пока аморфное, а стимулирование внешнее, то есть, что это мне принесёт? Ну, там, в перерасчёте, там, в материальные какие-то ресурсы и так далее. То есть, вот, развивать интеллект можно, но без развития интереса, да, педагоги согласятся на то, что это, в принципе, ну, игра будет. А если есть мотивация, да, то есть, появляются автоматические внимания, наработка определённой информации, память, ну, там, опыт, может быть, там, навыки, умения в школе, там, какие-то, и потом уже идут более высокие уровни интеллектуальные качества. Человек начинает критично относиться, сравнивать, соображать, вдаль смотреть, а потом уже и творить начинает, откуда у нас результаты есть такие. Вот почему я, как бы, с никаким сомнением всё-таки отношусь вот к вашим, да и не только, к вашим вообще утверждениям о том, что можно развивать интеллект. Вот если посмотреть в историю, опять-таки, а сегодня мы уже несколько раз смотрели в историю, гениев в истории человечества было немного. Где-то вот так учёные определяют, что за всю историю человечества было всего 400 гениев, ну, известных гениев, да, те, кто признанные гениями. А людей за этот же период на Земле, именно Homo sapiens, да, проживало порядка 70 миллиардов человек вот за протяжение. То есть, а мы знаем только 400 гениев. О чём это говорит? Это говорит о том, что как-то, вот вы считаете, что Леонардо да Винчи, он развил себе вот этот интеллект, которым он обладал, это признанный гений? Или всё-таки он у него был врождённый такой? И почему другие люди, не знаю, там, ходят во всякие школы развития какие-то, тренинги проходят, никак гениями не становятся? Ну, наука изучает большинство по поводу вообще, да, потому что если, ну, вы сказали 400 человек, вот у Татьяны Черниговской фразой, если хорошая она занималась, изучением мозга, она сказала, что гением можно только родиться. Но вопрос другой, что родившись гением, и можно не стать. Вот и есть эти вот... Да, вот она сказала, что гением можно только родиться, то есть, значит, есть наследственная предрасположенность. Скорее всего, скорее всего, но это и меньшинство, потому что наука изучает большинство, 95%, есть такой закон нормального распределения, чего называют, закон Гаусиана, он говорит, что 95% примерно обладают одним. 5% разбег в плюс и в минус, ну, то есть они будут принципиально отличаться, либо в хорошую, либо... Ну, вы сейчас о чём? О том, что можно развить или нельзя развить? Нет, я говорю про то, что вот у нас мы, по большому счёту, предсказуемо уже на старте. То есть, кто будет, сколько гениев, их немного, кто будет общими... Хорошо, кроме гениев есть таланты, да, то есть вот их-то как, скажем так, ну, мы не стремимся быть все гениями, но вот интеллект мы можем развивать или он всё-таки это врождённое качество? Вопрос к кому? Я думаю, что любой ребёнок, который рождается, он обладает каким-то потенциальным запасом возможностей, и этот потенциальный запас возможностей либо реализуется, либо не реализуется, либо реализуется в одной сфере, либо в другой, и мы вряд ли знаем наперёд, что этот ребёнок может в своей жизни сделать. Поэтому, если мы не обращаем внимания на некое развитие, то даже те задатки, которые генетически были переданы, они не будут реализованы. Ну, вот он прекрасный гений, родился прекрасным гением, но он не шёл в этом направлении. Ну, правильно ли я вас понимаю, это как с компьютером, допустим, если у него есть какой-то объём памяти, оперативный, допустим, памяти, он выше там не прыгнет. Но чтобы даже вот этого объёма достичь, надо постараться, да, заложить там какую-то информацию. Вот у меня ещё тут аналогия появилась по поводу, ну, скажем, спортивной стороны, да, то есть у всех способностей к физкультуре, к спорту различны. И, скажем, если человек может быть меньших способностей, задатков определённых физической формы, путём усердия он, разумеется, достигнет больших результатов, нежели, может быть, там, по биомеханике способный, условно говоря, человек, но ленивый и к этому никуда, ну, не продвигающийся ни в каком направлении. То есть по аналогии мышцы тренируются, мозг тренируется. Я думаю, что вопрос улучшить качество, наверное, возможно, но вот как Солдышусь Константин Архивич сказал, что до какого-то определённого уровня, наверное. То есть чтобы там звёзды с неба начать ловить, сомневаюсь, но... Я думаю, мы пришли к общему с вами знаменателю о том, что изначально интеллектуальные задатки передаются по наследственному пути, но чтобы они раскрылись, их надо развивать. Но сколько бы ни развивал, есть у каждого человека свой потолок. Правильно я выводы сделал? И плюс ещё, наверное, надо не забывать, что ещё социальные факторы влияют очень же многие, да, то есть вот скажем, да, ну вот мы поколение постарше, да, то есть, ну, Явлосевский Союз застал, там же и дни правила были, и дни факторы влияли. Потом, пока готовили к одному, пришло другое. Хорошо. Мы на этом сделаем небольшую паузу и уходим на короткую-короткую рекламу. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели, и мы продолжаем нашу дискуссионную передачу «Ума-палата». Я её ведущий Владимир Сизов, и в гостях у нас сегодня Константин Аристархович Колесников, кандидат педагогических наук, директор Института проектирования инновационных моделей образования, и Тимур Серафимович Кожевников, практикующий психолог, преподаватель юридической психологии МГЮА. Тема нашей передачи «Можно ли развить интеллект?» И следующий вопрос, который мы постараемся раскрыть, рассмотреть, будет такой. А как развивать? Мы определили, что можно развивать до определённой степени, но как развивать? Или как раскрыть интеллект у детей? Что этому способствует? Спецшкола? Или кружки какие-то? Чтение, может быть, способствует? А может, не способствует? Может быть, что-то ещё? И я знаю, просто Константин Ильич Старкович активно этим вопросом занимается, поэтому я адресую его в первую очередь к нему. Да, конечно, вот всё, что перечислено, это всё достаточно полезно. Полезно чтение, несомненно, полезно какое-то творческое развитие. Полезные и различного рода кружки. В частности, вот последние несколько лет мы погрузились в тему образовательной робототехники. У нас занимаются ребята, которые приходят и из определённых элементов создают конструкцию, и дают этой конструкции программу действий. То есть, этот робот, которого они создают, он начинает выполнять их задачи. Соответственно, это возможность трансформировать какие-то свои, опять же, интеллектуальные возможности, уж так сказал я, так сказать, не очень, может быть, красиво, да, в конкретном действии конкретного предмета. Можно рисовать, можно петь, можно читать, можно заниматься любым видом творчества, и это в любом случае поможет развитию интеллекта. Так, дорогие гости, оказывается, у нас не так много времени осталось, поэтому я вот задам в одном вопросе сразу два. Как можно поддержать свой интеллект, особенно в связи с возрастными изменениями когнитивных способностей? И, может быть, каждый из вас посоветует какое-то упражнение на развитие или раскрытие интеллекта? Тимур Сергеевич. Ну, на мой взгляд, основное, это, конечно, информация по поводу интеллекта, и доказанный факт, институт мозга этим занимался, что, в принципе, всё, что мы проходили, так или иначе, как-то ощущали, воспринимали, слышали, видели, пробовали, оно остаётся у нас в мозге, то есть эти следы остаются. И здесь подтекст такой, что, конечно, в первую очередь надо отбирать информацию, которая может быть полезна и работать на развитие, и, разумеется, отсекать ту информацию, которая уж в работе, ну, что на развитие, главное, чтобы на деградацию не работало, вот, это по принципу полезно, вредно, наверное, есть смысл отбирать информацию, потому что мы программируемся всю жизнь от рождения нас, начинают родители программировать, там, своим отношениям потом, мы дальше социализируемся, это всё информация. И информация, она же ведь информация рознь, то есть есть информация качественная, её мало, её надо искать, вот, и она будет работать на меньшее количество ошибок, на больший результат достижений. То есть, на мой взгляд, первое, основное, это работа с информацией. То есть надо информацию отфильтровать, скажем, для себя через критичность, через сообразительность. А какое это упражнение? Упражнение, ну, эти вот конкретно упражнения, если говорить, то это упражнение, опять же, на вот те процессы. Психически это у нас внимание, это у нас память. И вот тренировать внимание каким-то образом. Вот как тренировать? Ну, вот вообще, чтобы задействовать максимально работу мозга, вот, читал, на себе проверял, люди этим занимались, то есть какой-то определённый у меня материал есть, это работа, скажем, ну, вот, например, я правша. Да, то есть, ну, как и большинство, как правило, бывает правша, у нас, следовательно, задействовано в большей степени левое полушарие. Левое полушарие по возможностям имеет возможности меньше. Вот. И рекомендуется, скажем, вот если там пишу правой рукой, да, то есть начинать учиться писать левой рукой. Вилка, да, из одной руки в другой переходе, то есть те виды деятельности, которые мы привыкли осуществлять, скажем, ну, одной своей частью там правой рукой. У меня одна знакомая пишет одновременно обоими руками. В разные стороны, да? В разные стороны. Ну, это тут в Гиннесу уже надо, наверное, да, вопрос туда. Это в Киеве человек живёт. Причём человеку-то почти все летит. Это очень сложно, потому как мы не можем одновременно параллельно вести. Хотя я вот для юмора сказать скажу, конечно, не про интеллектуальность, наверное, речь. Когда две дамы одновременно друг с другом разговаривали, то есть не как вот обычно бывает в разговоре, то есть один говорит, другой слушает, а одновременно говорит. То есть такое возможно, то есть и себя слышат, и сами говорят. — Константин Дагестархович, ваш пример или какое-то упражнение? Что по-своему? — У каждого из нас в жизни были периоды, когда наш интеллект развивали насильно. Это школа, когда нас заставляли учить стихотворения, решать задачи и так далее. Это был какой-то внешний стимул, который заставлял нас этим заниматься. Потом высшее учебное заведение, тоже надо было учить наизусть огромные какие-то материалы, значит, сдавать экзамены, ну и так далее. То есть вот этот внешний фактор присутствовал. Сейчас этого внешнего фактора у нас нет. И, естественно, заставлять себя что-то делать, наверное, трудно. То есть вот мне, например, сложно заставить себя взять и левой рукой начать что-то писать, потому что, мне кажется, это такая, так сказать, игра, и не более того. Вот узнавать что-то новое и начинать анализировать какие-то новые процессы, которые интересны тебе, это как раз, мне кажется, возможность для поддержания собственного интеллектуального уровня. Как раз в этом смысле мы начинали с интеллектуального клуба. И мои посещения заседания интеллектуального клуба, мне кажется, мне позволяют поддерживать какую-то форму, потому что я начинаю обогащаться новой информацией не потому, что я сам себя заставил это сделать и заставил себя с 10 до 11 что-то такое выполнять, какие-то упражнения. А я получаю удовольствие от общения, и я насыщаюсь новой информацией. Потом еще долго думаю и перевариваю то, что было. То есть это дискуссии, интеллектуальные дискуссии. Это дискуссии. Понятно. Спасибо. Время у нас заканчивается. Я, наверное, перейду к выводам. А выводы такие. Интеллект – это гораздо шире, чем принято считать, и развивать его непросто. Обычное чтение книги и запоминание какой-то, пусть даже и научной информации, вряд ли сделает вас умнее. Интеллект отражает уникальную человеческую способность познавать окружающий мир, понимать суть вещей, анализировать и делать умозаключения, для того, чтобы понимать, что лучше всего делать в той или иной ситуации. От души желаю всем слушателям развивать свой интеллект. А наша передача на этом заканчивается. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. До свидания. Ума-Палата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова